В предыдущем ролике мы рассмотрели порядок установки 1С Bittrex управления сайтом. В этом видеоролике посмотрим, как настроить обмен данными между Bittrex и конфигурацией 1С предприятия управления торговлей. Перед тем, как приступить к непосредственной настройке обмена, мы включили следующие функциональные опции в конфигурации управления торговлей. Использование нескольких видов цен, использование типовых соглашений с клиентами, использование заказов клиентов, использование дополнительных реквизитов, а также создали каталог товаров, занесли основные сведения о товаре, добавили в карточку каждого товара файлы с картинкой и описанием, установили цены и оприходовали товары на склад. Переходим в раздел НСИИ администрирования, настройка интеграции, команда обмен с сайтом. В панели обмен с сайтом устанавливаем флаг использовать обмен с сайтом. Далее создадим типовое соглашение, которое будет использоваться в обмена. Чтобы избежать дополнительных настроек компоненты Bittrex, назовем его Base, так как показано на экране. На закладке Прочие условия необходимо установить флаг, доступный для обмена с сайтом. Переходим к настройке узла обмена с сайтом. Создадим узел. Введем наименование. Включим оба режима обмена, выгрузка товаров и обмен заказами. Программа позволяет обмениваться с сайтом следующими способами. Выгружать на сайт непосредственно требуется подключение к сети интернет и выгружать в каталог на диске. Подключение к сети интернет не требуется. Обмен осуществляется с помощью файла. При выборе непосредственной выгрузки на сайт необходимо указать адрес вида http.nashsait.bittrexadmin.1sexchange.php проверяем подключение. Также предусмотрена встроенная возможность обмениваться с сайтом в автоматическом режиме по расписанию с помощью регламентного задания. Переходим к настройке выгрузки товаров. Выбираем организацию, от лица которой будут продаваться товары на сайте. Определим состав выгружаемых данных. Каталог товаров. Укажем признак, по которому будет строиться иерархия отбор номенклатуры. По умолчанию выгружаемый товар, товарный каталог структурируется по группам номенклатуры. Но группировка в каталоге может быть и по видам номенклатуры. Для этого необходимо установить флажок «Каталог товаров. Классифицировать товары по видам». Также на сайт можно выгружать файлы с изображением товара и другие присоединенные к номенклатурной позиции файлы. В каталог товаров на сайт можно выгружать информацию о ценах товаров и об остатках. Цены, которые выгружаются на сайт, определяются в соответствии с тем соглашением, в котором установлен флажок «Доступно для обмена с сайтом». Если в информационной базе зарегистрировано несколько соглашений, то будут выгружены несколько видов цен. Если необходимо выгружать цены по одному соглашению, то его надо указать в параметрах отбора при выгрузке каталога. Как это сделать мы рассмотрим ниже. Также в настройках можно выбрать склад или группу складов, которые будут доступны для выбора на сайте. Для первого обмена установим режим выгрузки «Все данные». Для последующих обменов рекомендуется изменить на режим изменения, при котором будут выгружаться только те данные, которые изменились относительно предыдущей выгрузки. Товары могут выгружаться как в один каталог, так и в несколько каталогов за один сеанс. Список каталогов содержится и редактируется в таблице каталогов. В поле «Каталог» задаем произвольное имя каталога. В поле «Категории номенклатуры» формируем список видов номенклатуры, которые будут выгружаться на сайт. Автоматически генерируется идентификатор каталога. Как уже говорилось выше, в поле «Отбор» можно настроить отбор выгрузки по соглашению, то есть типу цен, и складам. Настроим этот отбор. Теперь давайте настроим соответствие нашего каталога 1С и инфоблока Bitrix. Скопируем в буфер идентификатор каталога. Авторизуемся на сайте как администратор. Зайдем на закладку «Администрирование». Выберем в меню «Настройки». «Настройки модулей». «Информационные блоки». Установим флаг в поле «Показывать код загрузки с внешних источников». Далее зайдем в меню «Контент» и в ветке «Типы инфоблоков» в каталоге вставим скопированный ранее идентификатор в поле «Внешний код» нужного каталога. Перейдем к настройке «Обмен заказами». Обмен заказами происходит в два этапа. Сначала происходит загрузка с сайта, затем выгрузка на сайт. По заказам, загруженным с сайта, формируется документ «Заказ клиента». При последующих сеансах обмена табличная часть заказа обновляется в соответствии с информацией, полученной с сайта. В ответном сообщении на сайт отправляется информация об оплате и отгрузке по заказам, ранее загруженным с сайта. Для идентификации заказов клиентов используются дополнительные реквизиты – дата заказа на сайте и номер заказа на сайте. Дополнительные реквизиты необходимо предварительно создать для документа «Заказ клиента». Для вновь создаваемых заказов можно указать соглашения, склад и менеджеров, которые будут подставляться по умолчанию в документ. Далее указываем способ идентификации контрагентов – по номинованию или НННКПП. Для вновь создаваемой номенклатуры указываем реквизиты, которые будут также заполнены по умолчанию. На закладке «Дополнительно» настраивается соответствие статусов. Основная настройка завершена. Давайте ее сохраним и выполним обмен. Обмен завершился. Перейдем к браузеру и обновим главную страницу нашего интернет-магазина. Мы видим, что появилось главное меню, которое заполнено наименованиями видов номенклатуры, указанных нами для обмена. Зайдем в раздел «Меню» и убедимся, что каталог выгрузился. Также зайдем в карточку «Товары» и проверим заполненные данные. Мы видим, что выгрузились цены, описания, остатки на складах, характеристики. Сделаем тестовый заказ. Продолжение следует... Вернемся в программу управления торговлей и убедимся, что наш заказ зарегистрировался в информационной базе. Итак, мы рассмотрели порядок настройки обмена между конфигурацией 1С-предприятий управления торговлей версии 11.4 и приложением 1С-битрикс управления сайтом версии 20.0 А на этом все. Спасибо за внимание.